которая была записана и вывешена ее с интересом смотрят другие товарищи так что вот товарищ который нас записывает членев сергей викторович будет и дальше выкладывать и это важный материал нам для подготовки занятием я обещал что я дам диски в которых есть наша программа курсов и там и есть экзаменационные вопросы что я покажу сейчас и сделать так а староста у нас то нету старости значит одно староста можно заменить двумя с человеками меньше чем два уже никак значит здесь программа и экзаменационные вопросы будем считать что вы это дело перешлете разошлете и все будут иметь вопросы к зачету ночные экзамене надо ответить на один вопрос на зачете на один вопрос я уже как-то рассказывал вам что как отвечают на зачет люди которые знают диалексику да вот что вы знаете об этом если вы ничего не знаете что вы должны сказать экзаменатору вот здесь он пришел начал не зря он пришел это подсадная утка значит вот я объявляю для тех кто только сейчас пришел что имеется программа вот в электронной форме и экзамен и можно пользоваться уже ориентироваться на то что вам придется сдавать сегодня тема лекции понятия конфликта мы на этом еще остановимся мы уже затрагивали этот вопрос и стороны социально-трудового конфликта понятия и стороны социально-трудового конфликта понятия и стороны социально-трудового конфликта несмотря на то что здесь сидят конфликтологи и несмотря на то что я давно веду занятия на отделении конфликтологии как специалист по социально-трудовым конфликтам должен сказать что эта проблема что считать конфликтом она по-прежнему является нерешенной например если вы возьмете нерешенные по крайней мере в государственном масштабе не то чтобы в науке она не решенная а вот в государственном масштабе на таком странном таком положении если вы будете изучать трудовой кодекс а я могу более утвердительно сказать вы будете изучать трудовой кодекс если кто хочет получить зачет так вот если вы будете изучать трудовой кодекс который вы будете изучать. Вот в нем говорится только о коллективных трудовых спорах, индивидуальных трудовых спорах. Причем индивидуальные трудовые споры вообще не урегулированы никак. То есть, если вы с чем-то не согласны, то идите, пожалуйста, куда? В суд. А если у вас на предприятии есть комиссия по разрешению индивидуальных трудовых споров, то вы можете пойти в эту комиссию. Но никакой обязательности создания этой комиссии трудовой кодекс не предусматривает. То есть, если вдруг работники договорились с работодателем о том, что будет такая комиссия трудовым спором, учредили ее, и тогда решение этой комиссии приравнивается к исполнительному листу суда. Но если даже есть такая комиссия, работник не обязан туда идти, потому что он может считать или даже точно знать, что хотя там половина представителей трудящихся и половина от работодателя, но некоторые товарищи из тех, которые представители трудящихся, будут действовать в интересах работодателя. Поэтому он раз и идет, куда? В суд. А суд чем хорош? Что он как бы независимый. От кого? Ну от трудящихся. Почему? Ну потому что суд – это орган какого государства? Буржуазного государства. Поэтому, если вам своя буржуазия не нравится, которая, может быть, так сказать, не вполне держится тех норм, которые установлены в целом для класса буржуазии, то вы можете обратиться к классу буржуазии и в целом сказать, ну что, давайте уж как у вас там принято, а что это делается у нас на нашем предприятии. И надо сказать, что, скажем, по делам об увольнении очень много положительных решений. Не говоря уже о том, что если относиться не только к восстанию, как к искусству, как Леонид привал, но и к суду, как к искусству, то очень много можно выиграть. Ну, поскольку мне приходилось много раз участвовать в судах, и в некоторых случаях по три раза на неделе, и в том числе и в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Великоградской области, и в том числе в арбитражном суде 13-м апелляционном, находится там наискосок, ближе к Смольному, а также в северо-западном суде арбитражном северо-западного федерального округа, а также по другим вопросам в выборском суде, в суде в городе Сестра-Реск, то я могу поделиться с вами некоторой практикой и тем, с чем с вами не поделятся адвокаты. Почему они не поделятся? Потому что адвокаты на этом имеют что? Заработок. А если, так сказать, он расскажет вам, то как бы он может лишиться заработка, вы пойдете и без него начнете выигрывать. А это нехорошо. Вот чем сейчас озабочено адвокатское сообщество? Чтобы никто не мог быть защитником, кроме официальных адвокатов. А это значит, что если вы хотите, чтобы вас кто-нибудь защищал, сейчас, например, это делается очень просто. Вы пишете доверенность, вот вы можете товарищу доверенность написать, он будет вместо вас выступать. Если доверенность вы ему дали, заполнили, все. А вы после него тоже будете выступать, у вас уже двое будут выступать. Но вы можете еще вот ей дать доверенность, у вас уже трое будет выступать, вашу защиту. Можете вообще всем остальным тоже дать. Нет ограничений. Сейчас нет ограничений. И вот как пошли выступать все ваши, судья смотрит, все выступает и выступает. А в деле у него, у вашего противника, вот столько листочков, а у вас вот, которые все за вас. Судья иногда говорит, я решил отдать, преимущество отдать вот этому большому числу людей. Вот так. Это раз. И сейчас пока еще не удалось провести эту линию, что только адвокаты могут участвовать. Во-вторых, адвокаты очень не любят выигрывать и деньги получать за выигрыш. Дескать, вот говоришь ему, давайте вот вы выиграете в этом деле и получите 10 тысяч рублей. Нет, говорит, давайте заходку в суд. Вот за то, что он пришел, вы ему там... А сколько, говорю, заходку в суд? Тысяча рублей. Не, говорю, заходку 500. Ну и вот он ходит, как пчелки, как они летают, с цветочка на цветочек, с цветочка на цветочек. И так вот постепенно и соберут. Меду много. Поэтому они долго не задерживаются ни о каком процессе. И когда их спросят, а что тут нужно делать? Надо, говорит, послушать. Потом, говорит, надо почитать дело. Хорошее дело читать. Вот. Но ничего не придумать. Вот мой опыт, по крайней мере, говорит о том, что какой-нибудь замысел какой-то есть, какой собирается... Нет, говорит, надо почитать. А если, говорит, мы проиграем? А мы тогда апелляцию подадим. А там что будет? А там снова будете ему деньги платить. И опять же хорошо. Чем дольше это... А вы в Верховный суд тогда? Это уже не останавливает исполнение, но пересмотр дела может быть, если обратиться в Верховный суд и так далее и тому подобное. Но каждый человек грамотный и творчески мыслящий. И я вот об этом завел речь потому, что сколько я вот не принимал экзаменов и зачетов у конфликтологов что в бакалавриате, что у магистров хочу сказать, что как доходит дело до зачета экзамена мне рассказывать, что написано в законе. Ну, как бы рассказывать, что они умеют читать. Вот я должен проверять, что вы умеете читать. По-моему, когда вы сюда поступали, вы принесли аттестакт зрелости. Этим уже все сказано. Нет, вот приходят и рассказывают, что написано. Так написано-то одно, а вам-то надо выиграть. Вам надо... А потом кто пишет? Такову пишут. Думаете, чтобы вы выиграли, пишут? Поэтому не надо вот тут стоять на позициях фетишизма такого правового. Тем более, если мы научно к этому подходим, то что такое право? Право что такое? Чего? Не, вы давайте... Определение. А вы еще слова переставляете. Вам формулировка Маркса не нравится. Вот есть такие люди, вот они возьмут какую-то гениальную формулировку, так все переставят, и тогда уже что-то получается странным. Возведенные в закон воля господствующего класса. Хорошо же звучит. Красиво же. Право – это возведенные в закон воля господствующего класса. Класс знаете, что такое? Господствующие знаете, что такое? Воля класса знаете, что такое? Это выражение его интересов. А закон? Кто скажет, что такое закон? Вот вы уж раз в лидеры выйдете, вот у нас лидер есть, впереди сидите, А вы на втором месте. Закон что такое? Что, не знаете? Хорошо, что сейчас не зачет. Сейчас это абсолютно безответственное его выступление и мое безответственное заявление в его адрес. Спокойное явление. А? Да ну что, это вы берете закон не в юридическом смысле, а в юридическом смысле. Что такое закон? Кто-нибудь знает, нет? Может, вы все преступники здесь сидите. И вы что, если вы не знаете, что такое закон? Мне даже страшно становится. Сейчас начнут нарушать законы. Если вы не знаете, что такое закон, может, вы уже нарушили. Может, вы 10 законов нарушили. Кто меня окружает здесь? Может, один я тут. Человек, который не нарушает законы. Никто не знает законы? Норма, которая защищается от силы государства. Норма, которая защищается силой государства. Учитесь. Берите пример. То есть, если эта норма никакой силой государства не защищается, это никакой не закон. Ведите себя хорошо, это закон. Ну, а будете вы плохо вести. Ну, что я скажу? Ну, жаль, что вы плохо себя ведете. Только и всего. Правильно? Приходите вовремя на занятия. Но если вы не придете вовремя на занятия, вы можете вообще не приходить на занятия. Мне сын рассказывал, как ему сказали, на военной кафедре, чтобы они подстриглись, пошли. Один сразу выступает, говорит, а можно не подстригаться? Можно. Только не ходите на военную кафедру. Ну, и, соответственно, идите сразу в армию, и все. О чем разговор? То есть, закон, это не просто норма какая-нибудь. А это норма, которая защищается силой государства. А если никакая сила не предусмотрена, считается, что закон, а на самом деле это благое пожелание. Даже если это государство написало, там сверху написало закон, и если нет никакой ответственности за невыполнение этого, то это никакой не закон. Ну, так вот. Есть закон. Значит, всякий судебный процесс решается по двум кодексам. Один кодекс материального права, то есть, по существу дела, а второй это процессуальный кодекс. И что сначала, что потом. Вот здесь сидят люди, как вы думаете, с чего начинается судебный процесс? Чего? Вот сейчас мы сидим, и что? И входит судья, а помощник уже сидит в суде. И что судья говорит? Составляется акт, который он фиксируется. Какое правонарушение? Судья пришел. Мой отец мне, когда я так вот, как бы выступал, говорит, ты, Миша, заучился. Судья приходит, здоровается. Здравствуйте, говорит, я, и называет себя, фамилия, имя, отчество, я судья такая-то. Она входит в черной мантии, чтобы к ней уже относились, как вот не вообще к человеку обычному, а на преисполнении. Поэтому никаких шуточек, вот там не отпускайтесь, сразу выведут вас. Судебные приставы будут, выведите этого гражданина, и с заседания пошел по охране порядка в судах. Второе, что она говорит, при секретаре таком-то, вот она познакомилась. Дальше, следующая фраза, надо ее запомнить. Доверяете ли вы составу суда? Вот вы доверяете? Пришли в суд, доверяете, да? А что вы доверяете так? Вы всем, что ли, доверяете? А что такое злоупотребление доверием, знаете? Что это такое? Вот что такое злоупотребление доверенности? Как называется одним словом? Ну все, это вот состреляете так вот, вы меня начали стрелять туда, 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 и столько уже, и все, уже пустой пистолет у вас, я пришел, у вас заглобили, ударил и все. Ну все так состреляете. И это мошенничество называется. Мошенничество, так есть статья, мошенничество, это злоупотребление доверияем. Вот вы мне доверяете, я вам такое нарассказал. А вы поверили. Так что доверяй и проверяй. Статья вот есть уголовная, ответственная за мошенничество, за злоупотребление. Вот если вы, человек злоупотребив доверием, сделал то-то, то-то и забрал у вас. А это, 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 и вот это. И сколько забирают у людей? Так вот, доверяете ли составу суда? Люди, которые сидят на суде, они это пропускают мимо ушей. А это тот пункт, в котором вы можете встать и сказать, нет, не доверяю. У меня такой случай был дважды. Когда есть основания. Например, в одном случае, когда мы сидели часа два с половиной за дверьми, ждали, когда будет наше. Ничего не известно, когда будет. А до этого нам объяснял председатель суда, что все очень заняты судьи, мы ваше дело передали молодому судье, что там будет быстро все. И вот я встал и сказал, нет, не доверяю, потому что вы... Нет, лично вам я доверяю. А вот вам как судье не доверяю, потому что сказали, что вы не заняты, а мы вот уже сидели тут два часа. И поняли мы, что вы еще больше заняты, чем те, от кого ваше дело передали вам. Поэтому у нас сомнение в том, что вы будете объективно рассматривать. Что должна сделать судья при случае такого заявления? Что вы бы сделали на месте судьи? Ну, вы бы сказали, пошел вон дурак, да? Судья, это вам как вы на меня смотрите? Нет, она должна уйти в совещательную комнату на сорок минут. Сделать перерыв. До свидания. И после этого написать текст, что она вот в родстве не состоит с теми-то и с теми-то, которые участвуют в деле. Что взяток она не получала, там, та-та, и ведет себя хорошо, и так далее. И потом в конце написать, что поэтому она вот это вот своим решением отклоняет отвод судей. Но она же решает. Не я же решаю. Я только предложил ей решить. А она почему-то не согласилась со мной и отклонила. Но после этого у нас такие вот были теплые отношения. Потому что дальше начинается очень интересный такой момент. Какие до начала судебного заседания имеются заявления, правки, обращения и так далее. Вот опять-таки люди не чертые калачи, они это пропускают. И вот сидят люди, истцы, а я ответчик. Ответчик, знаете, как отвечать плохо всегда? А вы истец, от слова истина. Вам хорошо. И вот вы сидите и ждете, что вы, как истец, первые получите слово. А я когда вот эту фразу услышал, что какие есть заявления, у меня 28 заявлений, обращений, в которых я кратко рассказываю, какая вы плохая. И как плохо вы и неправильно себя ведете. И то-то-то-то. Но очень кратко, потому что это как бы я должен вам давать, судье давать, а третий экземпляр у меня. Потом второе обращение вам давать, судье давать. И каждый раз я кратко описываю, почему я прав, а вы не правы. Ну, с учетом того, что я написал в этой бумаге. А вы все ждете, когда вы первые будете выступать. А я все выступаю, 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 выступаю. Потому что я тертый калач, а вы еще не тертые. Вот поэтому надо знать, что такие вещи не надо пропускать. Ну и так далее. Тот, кто просто следит, что написано там вот, и не думает, как это использоваться, как воспользоваться тем, что написано, то он будет проигрывать. Потому что если суд, это орган буржуазного государства, он вовсе не орган трудящихся, правильно? Поэтому считайте, что вы играете в волейбол, и вам судья на другой стороне запишет шесть голов. Поэтому если вы хотите выиграть, надо вам выиграть со счетом десять-два. Выигрывать. Ну, шесть она припишет ему, потепнику вашему, и будет у вас выигрыш десять-восемь. Поэтому надо сильно выигрывать. И тогда можно выигрывать в современном буржуазном суде. Я много раз выигрывал, вам тоже самое советую. Это полезное дело. Кстати, суды у нас все открытые. Один раз меня пробовали не пустить на суд, и встал там милиционер. Я говорю, а вы фамилию назовите свою, вы вот, а зачем, говорит, вам фамилия моя? Ну, что интересно, я хочу записать, кто это открытое заседание суда превратил в закрытое. Он так, как дверь в метро, так, отодвинулся, и я спокойно прошел. Вот, так что это вот очень полезные вещи. В жизни пригодятся. Тем более, вы кто такие? Конфликтологи. А что написано, что народ говорит про конфликтологов? От суды, от сумы, да, и тюрьмы? Не зарекайся. Ну, это надо, надо тогда в суде ставить свою позицию. Лучше в суде остановить это дело, чем куда-то дальше пойдет. Мало ли что бывает. Вот. Так вот, значит, я хочу еще раз вам подчеркнуть, еще раз, еще подчеркну, еще буду перед зачетом, подчеркнуть, что не надо на засчете излагать то, что написано в законе. Вы должны излагать, что вы должны делать. потому что в законе закон не отвечает на просто что делать он отвечает на вопрос что делать нельзя вот не надо выпрыгивать вот из окна а все равно вот не написано в законе ни в одном законе не написано что запрещено выпрыгивать там с 15 этажа нету такого законе из этого не следует что надо выпрыгивать то есть надо еще соображать то есть вот то что запрещено не надо делать вот горбачев так выступал все что не запрещено то разрешено можно к этому добавить и все что запрещено тоже можно делать если тоже выгода который вы получите больше чем то что вы проиграете или если нет никакого наказания то это никакой не запрет только написано что запрещено или вот пойдете вот на Московский вокзал. Там в Слеговке написано «входа нет» в метро написано «входа нет» на вокзал. О чем это говорит? Вы диалектику изучали? Ну, если написано «входа нет», то значит что? Значит, что вход есть. Но никто же вот здесь не напишет, что входа нет. «Входа нет» пишут только там, где вход есть. Ну, можете себе представить, кирпичную стену сплошную, и она написана «входа нет». Ну, такого же не может быть. Поэтому, вот я, например, когда такую надпись вижу, я сразу смело убыстряю шаги и туда прохожу. Ну, если вы этого не знаете, диалектики, ну, тогда, конечно, тяжело. Так вот, хочу вам, товарищ конфликтолог, доложить, что нету такого понятия «конфликт» в праве. Нету. Нету. Вся ваша кафедра, наша кафедра, наше все отделение под угрозой. Почему? А потому, что нету такого в законе. Надо сказать, что, если брать, ну, я не знаю, может быть, законы, касающиеся других конфликтов, не социально-трудовых, тут я не специалист по-другим. Может быть, там где-то что-нибудь написано. А вот что касается самых массовидных, это самые массовидные по трудовым отношениям. Правильно? Конфликты. Потому что все находятся в трудовых отношениях, все так или иначе в этом участвуют. Нет такого. Хотя было. История этого вопроса такова, что в свое время, в советское время, конфликты, конечно, были, но никому в голову не приходилось запретить забастовки. Ленин как к этому относился? Председатель самонаркома, будучи председателем Совета народных капиталов, то есть руководителем правительства. Ему приходят, говорят, Владимир Ильич, вот там-то на таком-то законе, заводе забастовка. А что Ленин говорит? Значит, мы что-то делаем неправильно, надо исправить. А если мы делаем правильно, надо пойти к людям и объяснить, что мы делаем правильно. Идите и объясняйте, а не сидите здесь в кабинетах. Вот и все. Поэтому никакого закона, регулирующего забастовки, не было, а забастовки были. Если вы наберете в интернете просто забастовки в СССР, вы найдете несколько источников, в которых написано, какие и когда были забастовки. У меня вот есть детские впечатления, когда в хрущевские времена, я еще мальчишкой был, и вот как-то в один прекрасный день мать моя и отец пришли с двумя батонами. Обычно мы всегда в день один батон покупали, но эти два и батоны такие, когда разрежешь на какой-то цвет серый, черно-серый булка такая, булка сверху, булка, а там разрезаешь. Это значит, хрущев доказывал, что у нас плохо с зерном. И после этого начались закупки зерна за границей. Тут же остановился Кировский завод. Через два дня опять пошли отличные белые батончики. Конфликт был исчерпан. А зерно стали закупать за границей. А сейчас думаете, почему экспорт такой большой нашего зерна? Как вы думаете? Это хорошо или плохо, что у нас такой экспорт зерна? Вот его пытаются, чтобы это все выгнать на экспорт, понижать цену. Поэтому наши работники сельского хозяйства страдают от этого, естественно, да? Они вырастили это зерно, а доход маленький. А почему вообще много у нас вдруг образовалось? Привожу вам следующие данные. В 1990 году у нас было 24 миллиона крупного рогатого скота, голов. А сейчас 9. 24,9. Это что значит? Коров порезали. Раз их порезали, кормить их не надо. Тех, которых порезали. Раз кормить не надо, вот сколько образовалось зерна, которое шло на корм скоту в виде фуражного зерна, из которого приготовляли корм. Фураж. А раз нет, ну и мы отправляем. Там корова есть. А нам из Аргентины мясо привезут, которое 17 лет мороженое лежало там на складах. Есть такое понятие техническое мясо, не знаете? Вы еще не просвещенный. Мы сейчас образование наше усиливаем, поэтому теперь должны знать, что есть техническое мясо, то есть его продавать как мясо нельзя. Но колбасу класть, пожалуйста. У нас есть предприятие, производство колбасы, на которое никогда не заводят мясо. Но заводят такие большие кубы из хвостов, из шкур. Ну и всякие добавки там делают. Вам какого цвета колбасу? Мне особенно нравится сейчас, вот если вы пойдете к этому, иконостасу колбасу, написано, сорокопченая колбаса, там какая-нибудь Бородинская из курицы. Сорокопченая. Но курица это хорошо, это не соя. Нету, короче говоря, нету в законе такого понятия конфликт. Но при Ельцине было. Появился... Нет, не при Ельцине, при Горбачеве. При Горбачеве Горбачев решил, что раз тут вошли из-за бастовки, вошли конфликты широкие, надо урегулировать это дело. Появился закон о порядке, разрешении социально-трудовых спорах в скобках конфликтов. Вот считайте, что с этого момента началось движение в сторону конфликтологии. Увидев такое в законе, люди, так сказать, решили, надо это научно изучать. И так только они начали научно изучать, а уже при Ельцине решили, а раз оно в скобках, выкинуть его и все. И законодатель, то есть кто? У нас кто законодатель? Буржуазия у нас законодатель. По сути дела. Она решила, что нечего дразнить людей, там говорить какие-то конфликт, и все у нас хорошо. У нас действительно хорошо, если мы в Буржуазии. И конфликт это и выкинули. Поэтому нынешний закон, еще вот тот закон, который предшествовал на правовом кодексу, он назывался так, о порядке разрешения коллективных судовых споров. Вот мы с ним спорим все время, я уже сколько с ним спорю. А конфликта у нас нет. У вас есть со мной конфликт? И у меня нет. Смотрите, а мы все время, я вот с ним не согласен, он со мной не согласен, он свое, я свое. Он свое, я свое. Единственный раз, может быть, расхождение какое-то на зачете этого. Там как-то надо подготовиться, чтобы там ничего-то не получилось. Но все равно конфликта не будет. Как он может со мной конфликтовать? Он не будет конфликтовать. А я зачем буду с ним конфликтовать? Студент, это наше будущее. Представляете, профессора конфликтуруют со студентами. Это какая-то чепуха, чушь. Короче говоря, в трудовом кодексе в нынешнем нету слова такого конфликта. Нету. Нигде не найдете. Обыщитесь. Поэтому все вы вообще не нужны. С одной стороны. С другой стороны, все равно понимание того, что конфликт в жизни есть, остальное остается. И вот меня товарищ Олейников, профессор кафедры конфликтологии, попросил для книги, которая у нас выходила совместно, написать про то, что такое конфликт в зеркале социальной философии. Я такой материал дал, он там стоит ближе к началу. о том, что такое спор. А спор это просто разноклассие. Вы одно, я другое, вы одно, я другое. Мы можем всю жизнь с вами встречаться и все время спорить бесконечно. Мы каждый раз поспорим с удовольствием и до следующей встречи. И все время никаких конфликтов нет. А вот когда противоречие, которое между нами есть, противоречие сторон обостряется до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы, вот это уже конфликт. Вот вы слушали, слушали, потом взяли бутылку и меня метнули. Это уже конфликт. Вот. Или я взял вот вашу же бутылку и на вас и вылил. Вот. И получился конфликт. Вы, конечно, пожаловались нашему директору Сергею Ивановичу. Он, конечно, скажет, как так, напал на студентку, это ужасно. И меня, значит, объяснение. И что я объясню? А я что объясню? Говорит, читаю я лекцию. А вдруг смотрю, она и так-то у нее кофточка белая, она вся побледнела, как кофточка. Я раз, и на нее быстренько вылил воду. И она очнулась. И вот черная неблагодарность и на меня написала заявление Сергей Иванович. Вы уже знаете этих студентов. Но если это на уровне директора не решится, то комиссию создадут. Вот скажите, кто будет в этой комиссии? Ваши друзья или мои друзья? Ваши. Ну, что-то да-то. Вот такая жизнь. То есть нет жизни, как это, некоторые не случайно вот здесь вот сейчас татуировки делают, какие-то скучные просто, черные-черные. Тут написано, нет жизни, счастья. Выходит, или я видел один товарищ, выходит, здесь у него Ленин, здесь Маркс. Выходит и купается. Так здорово. Красота. Как-то с выдумкой еще-таки. Ну, нету, короче говоря, нет конфликтов. А конфликт это такое противоречие, или это противоречие обострившиеся сторон, обострившиеся до такой степени, когда сила аргументов заменяется аргументами силы. То есть, когда начинается применение силы одной из сторон хотя бы. Правда? Тогда и вторая, конечно, вступает. Вот тут тоже бутылка полная, как дадут. Вот там железо стоит в конце, оно может тоже в ход быть пущено. Не только для записи, но и для обороны. Это конфликт. То есть, конфликт обязательно, если нет вот этого, нету замены аргументов, силы аргументов аргументами силы, это не конфликт. Ну, это спор. Ну, спорят люди и спорят. Чего волноваться по этому? Это хорошо же. В споре рождается истина. Вы против истины, что ли? Ну, значит, вы не против? Зачем тогда эти конфликты куда-то девать, там, разрешать и так далее? Пусть спорят люди. Ничего плохого в этом нет. И поэтому умудряются доводить дело до забасовки. Но забасовка-то уж точно конфликт. Ну, то есть, вот люди говорят, не будем тогда работать на таких условиях. Не будем. Коллективно решают и не работают. Что такое забасовка? От какого слова? Баста. Хватит. Не будем больше на таких условиях работать. И останавливают работу. Это разве спор? Никакого спора нет. Никто не спорит, просто сидят и все. Приходят, это бывают всякие процедуры по разрешению этих конфликтов и так далее. но можно и без всякой процедуры. Вот, представляете, вот вы цех и все сидите. Я прихожу, а я начальник цеха. Спрашиваю, вы работать будете? А вы сидите так, как вот сейчас на занятиях. Сидите и вот так вот ручки у вас, листочки. А у вас должны за станком быть и там все должно действовать. А вы сидите себе. Вы будете работать? Темнота. Будете работать? Не знаю. Ну что-то люди такие нехитрые. Ну как вы? Вы должны же входить в роль. Вот спросите меня, буду я работать? Будете работать? Конечно. Еще вопросы есть? А вы начальник цеха, а я сижу и ничего не делаю. Спросите меня еще. И что будет еще? Какие еще вопросы? Ну спросите, когда я буду работать? Когда вы будете работать? Когда покушаю. Когда зарплату дадут. У вас есть до зарплаты взаимы? Сразу, как будет зарплата, сразу отдам. Уходит начальник цеха, приходит главный инженер. Так, вы будете работать? Да. Вот молодец, способный. Когда? Когда зарплату будет. Все испортит. Вы будете работать? Да. Когда? Когда покушаю. Вот, учитесь. Когда покушаю. А так, все, а как она может работать? У нее руки, вот смотрите, вот я пытаюсь ее руки, поднять, они не поднимаются. Ну не поднимаются. Какой тут спор? Тут и спора уже нет никакого. Я спрашиваю, ну да, хочет она работать, но не может. Не надо, не надо так все это представлять, вот какой-то такой, злобной формы. Что вы все наступаете? Не буду там. Что вы так нагнетаете страсти? Это же конфликт. Здесь не надо ничего нагнетать. Здесь само собой. Она не работает и все. Ей ничего больше не надо. Она может только мило на меня смотреть и хорошие вещи говорить. Ну а когда вы будете будете работать? А когда? Ну покушайте. Когда денежки будут? Ну так а в чем проблема? А так надо попросить у меня денежки. Попросите до получки-то. Я сегодня зарплату получил, нам дали вот за эти самые дни. Что мы там, мы же в августе уже считаемся на работе. 27 августа. Так что берем, можете просить уже взаймы. И как-то начинает у меня просить денежки. Уже как-то так, как-то уже и разговор другой идет. К вечеру, короче говоря, привезли денежки и выплатили зарплату. И все пошли покушали и стали работать. Никакого конфликта нет. А конфликт был. Потому что силу аргументов заменили аргументами силы. Были другие такие случаи, которые нигде не прописаны, процедуры абсолютно нигде не прописаны. Вот случаи были такие. Собирается народ и не сидит вот как вот вы сидели, а пошли культурно в кассу. А касса в главном административном здании. И все, цех там 600 человек и все заняли. Не пройти никому. Главный инженер рассердился, стал расталкивать, женщина расталкивать, расталкиваться, медленно продвигался, почти добрался до директорского кабинета, а потом выяснилось, что у него ухо кто-то откусил. Это конфликт? Ну согласитесь, что это замена силы аргументов, аргументная сила. Ну вот теперь спросите, вот я вас спрошу, вы откусили ухо главному инженеру? Нет. А вы не откусывали? Нет. А это не вы? Как-то я поспрашивал там, ну как-то думаю, что... И чем это? Вот он пришел в полицию, там в милицию, они так записывают все, а сами что-то улыбаются, записывают. Ну как вы думаете, привезли зарплату-то? Вечером привезли, а говорили, что ее не будет до конца месяца. Ну это вот факт, например, известный, как председатель правкома вывела своих людей, и сели они на дорогу, и на следующий день Путин приехал и с Дерипаской решил вопрос. Ручку ему дал, чтобы тот подписал оборегулирование конфликта, и все выплатили, и заводы стали работать. А так бы не приехал никто. Пишите, если просто письмо напишите, вы писали президенту, нет? А что вы не пишете президенту, у вас нет проблем? Я, например, пишу регулярно. Если вы хотите, чтобы ваше письмо попало в министр промышленности и торговли, кому надо написать? Правильно. Напишите президенту, оттуда отправить, там комиссия есть по рассмотрению. И все пришлют и скажет, по экономике это вот Мантурову. По медицине, соответственно, отправят министру. А если вы министру напишете, куда придет? В наше городское, Калининградское. А если ректору напишете, кому придет? Директор. Директор. У нас нет декана, вы в старом живете. Какой декан? У нас что, тут факультет или институт? Вы куда попали? Тут институт, да. Или представьте себе никак не изрегулированную забастовку, а просто взяли и вы перестали работать. Что написано по этому поводу в законе? По этому поводу в законе написано, что работодатель может обратиться в суд. И вот обратился в суд. Суд? Суд, это не через пять минут, правильно? Это в какое-то время, день, два, три, недели. Суд собрался на заседание и принял решение забастовку признать незаконной. Вы должны прекратить после этого забастовку? Да или нет? Все, не понял. Суд признал незаконной вашу забастовку. Должны ее пригласить? прекратить. Счувствуется, вы не знаете документов, права не знаете. Вы должны прекратить забастовку после того, как решение суда будет вручено органу, который организовал эту забастовку. После того, как будет вручено, а еще не вручено. Только вы услышали, что суд принял решение. Значит, мало ли, что услышал. Еще по слухам-то. Вы виделись? В печати судья, подпись. Видели? Нет, документ не видели. А вас никто и не собирается им вам давать. Придет судебный пристав. Исполняет. Судья-то не побежит. Судья – это отдельная сфера. Это суды. А есть судебные приставы-исполнители. Они выполняют решение суда. Исполняют. Вот они приходят. Слушайте, где у вас этот забастком? Этот не знает. А вы знаете, где он сидит? Мы не походим. И вы не знаете, где сидит? Чего смеетесь? Серьезное дело. Вы тоже не знаете? Динамику, что ли? Вы даете. Короче говоря, а я же судебный пристав. Я вообще не знаю, какое решение. Мне сказано вручить. А я сегодня не вручил, а у меня 6 часов, сейчас 4, да? 6, я уйду. И я ушел. Завтра прихожу. Опять хожу. А забастком обязан сидеть во время забастовки где-то вот на виду? Или он может быть черти где? Дома может сидеть. На улице может сидеть. А может и не быть этого органа, возглавляющего забастовку. Не успели выбрать. Просто всели, и все, и все. И вот вдруг, если удастся вручить, тогда на следующий день после вручения вы обязаны выйти на работу. И все. Все страшного. Вот в законе о профсоюзах написано, что профсоюз может быть наказан за незаконную забастовку. Поэтому профсоюзы, когда организовывают забастовку, в забастком избирают не членов профсоюза. Вот вы не члены профсоюза. А вас не будем избирать. Потом собираются наказывать профсоюз. Так, кто это организовал? Вы члены профсоюза? Нет. И все на этом. Так он же, право. Все написано там. А? Уволить их могут. Кого? Могут. Но не имеют права, но могут. Вопрос правильный, ответ тоже правильный. Могут, но не имеют права. Нельзя увольнять. Как это вы можете уволить? Людей ни за что. Они в суд подадут, их восстановят. А администратор рассуждает, пусть их восстановят, пусть похоже, пока без работы. Ну и так далее. То есть это может тянуться долго. То есть разные бывают забастовки, а мы и сегодня имеем в трудовом кодексе целую процедуру. Но прежде чем говорить о процедуре, надо выяснить, а кто собственно в конфликт-то вступает? В социальный трудовой конфликт то, чтобы индивидуальные трудовые споры не зарегулированы вообще. Поэтому есть суд и вот комиссия по трудовым спорам, если она есть на этом заводе, может ее и не быть. Как-то вдруг договорились, тогда есть. Так что, а вот социальные трудовые конфликты, коллективные, зарегулированы. Есть порядок их. Но для того, чтобы говорить об этом порядке, надо сначала рассмотреть вопрос о том, а кто выступает сторонами конфликта? Вот как вы думаете, кто выступает сторонами конфликта в социально-трудовом конфликте? Вот к вам вопрос. Кто? Одна сторона и другая сторона. Как вы все это представляете? Что значит потерпевший? Я каждая сторона будет доказывать, что она потерпела от злобной другой стороны. Ну о чем вы говорите? Вот если вы со мной будете спорить, это вы же меня обидели. А вы будете доказывать, что я на вас напал? Это же конфликт. А вы рассуждаете так, как будто конфликта нет. Конфликт. Что значит потерпевшая сторона? Есть конфликт, стороны, как называется? Одна сторона, социально-трудовый конфликт между кем и кем? Мы в каком обществе живем? В коммунистическом? Работодатель мы работник, просвеченные говорят. Но слово работодатель новое. Раньше такого слова не было. Почему? Потому что представьте себе, я водитель автобуса. А вы едете в этом автобусе, вот я за рулем сейчас. Кто вам работу дает свою? Я вам свою работу или вы мне? Я работодатель, я вам работу даю. Прямо в виде работы. А почему? А как называть, называлось раньше, назывался представитель собственника средств производства? Он назывался администрация, предприятие. А потом стал называться в трудовом конкурсе работодатель. А вот если я работодатель, я вам работу даю, а вы еще зарплату требуете. Ну, не слишком ли много вы требуете? И работу, и зарплату. С меня одного. Давайте что-нибудь одно. Поэтому слова эти все не случайны. Но стороны нам надо определить. Сторона – это не работодатель, это туманная такая фраза. Для чего она делается? Ну, вы уже поняли, для чего она делается. Чтобы, так сказать, этот конфликт сразу сделать неудобным для работников. Дескать, ну, что вы выступаете? Вам работу дали, а вы уже недовольны. Есть собственники средств производства, капиталисты, они называются буржуа. Вот они, они и есть сторона. Реальная, действительная сторона конфликта. Правильно? Хозяин средств. У вас есть завод, фабрика? Нет, ну, я к вам не пойду тогда на завод. Почему не пойду? Потому что у вас его нет. Так, может, я бы пошел, попросился бы на работу по-свойски. Сказал, ну, я тут вам преподавал, нельзя ли там? Может, вы еще будете, у вас еще все впереди. Тогда я к вам приду, скажу, а нельзя ли у вас подработать там, консультантом каким-нибудь? А вы спросите, а вы за кого будете? Я скажу, за трудящихся. Пожалуй, он скажет, и все. Это сейчас вы такой добрый. А если у вас будут миллиарды? Не знаю, как вы будете. Собственники средств производства. Собственники средств производства не светятся в этих конфликтах. А для этого они назначают кого? Они регистрируют организацию. Какие у нас есть формы? Или индивидуальный предприниматель, если он прямо нанимает каких-то работников и все. ИП. Ну, это такой частный случай. А основной случай такой, что он организовал какое-то юридическое лицо. Или ООО. Что такое ООО? Знаете? Общественная органичная ответственность. Ну, то есть, я не отвечаю своим личным имуществом. Я отмечаю только тем, что записано на это общество. То есть, если индивидуальный предприниматель прогорел, он свою квартиру отдаст, то у этого свое личное имущество защищено. У того, кто вложился в ООО. Ну, а сколько он должен отдать? Он рискует только тем, что он вложил в это общество. Что он вложил? Ничего он не вкладывал туда. Вы не знаете, как регистрируется ООО. Ничего не надо вкладывать. Никогда не регистрирули ООО. Вот я был директором ООО «Редакция газеты «Народная правда». И директором ООО «Творческий центр Победы». Если вы хотите зарегистрировать ООО, вот вам сегодня мысль пришла. Сейчас вот мы слушали меня. Думаю, дай-ка я в это дело поиграю. И вы идете и пишете, берете лист бумаги, прямо сейчас. И есть протокол, собрание по учреждению общества с ограниченной ответственностью. Как ваша фамилия? Вот Устюгова и Устюгова. Устюгова. Так будет называться. Значит, слушали об образовании общества с ограниченной ответственностью. Постановили образовать. Учредители. Устюгова. Значит, капитал. Ну, что запишем? Компьютер есть у вас? Компьютер. Название компьютера. Что еще у вас есть? Телефон есть? Ну, так, чтобы набрать на 10 тысяч. 10 тысяч надо. Когда я учреждал, надо было 40 рублей. Поэтому я долго был таким директором, этим капиталистом. Потом, ну, еще был второй собственник. У него было 13 рублей. А 27 у меня. Я был главным. И вот в случае, если я обанкротился, меня возьмут сколько? Кладут-то нисколько не надо. Только записывать будут. Ничего это не надо. Никаких денег вообще. Ни копейки не надо, когда вы учреждаете его. Ни копейки. Но если вы проговорите в разных пределах уставного капитала. А сколько вы можете денег перегонять через себя? Миллиарды. Можно и триллионы. Нет никаких ограничений. Но если что, вот если мы им делаем дело с ней, а она ООО, то имейте в виду, что если она проговорит, в наше все лопнет. Но она не проговорит, может быть. Поэтому всяко бывает. То есть закрыть общество труднее, чем его открыть. Открыть вообще нет. За один день вам зарегистрируют. В Америке за два часа открывают. О, да. Нет, не счета. Общество вас зарегистрируют. А потом вы идете в банк. Сначала вы действуете без печати. Счет за час, а общество за два. Первый час регистрация, второй час открытие счет. Нет. Открытие счета надо в банк идти. Это когда вы соберетесь в банк. Вы можете не открывать, не спешить. Но потом вы откроете счет. Потом нам придется и ввести в налоговую инспекцию документы. Из нас вас нет тянуть жилы. А за то, что ваши отчеты налоговые будут идти в налоговую инспекцию по скрытым, защищенным средствам связи, вы свои нули будете перегонять за большие деньги, которые будут с вас брать. А бухгалтером вы назначаете самое себя, а у вас другого нет. А если вы еще назначите какого-то бухгалтера, придется ему деньги платить. И еще за налоговые отчеты это все платить. И будет головная боль. А юридическое лицо означает, что вы можете выступать истцом, и ответчиком в суде. Больше ничего. Вам хочется быть ответчиком в суде? Нет. Вот я являюсь руководителем зарегистрированного общественного объединения Фонд рабочей академии. Я дважды выступал ответчиком в суде, пытались закрыть этот ад. Сначала вот здесь районный суд решал этот вопрос. И мы выиграли. Я там вызывал к суду, говорю, сколько вот всяких ходят бандитов, преступников, а вы хотите закрыть объединение, которое помогает людям учиться, получать знания и так далее. Она раз и решила положительно. Ну думаю, не будет же Фонд рабочей академии Министерства юстиции закрывать. Тем более мы зарегистрируем Министерство юстиции Российской Федерации. Приходим в городской суд, налоговую подала. А там написано, Министерство юстиции Российской Федерации против Фонда рабочей академии. Интересная надпись, думаю. Какая? Какие мы? В Министерстве юстиции понятно, какие есть. Но мы какие, если он... Ну вот там очень злобная была тетенька из налоговой, которая сказала, да вот скоро мы, прямо на суде, да скоро мы без всякого суда будем вас закрывать, просто решением налоговой инспекции. А там сидят в городском суде, три тетеньки, они 15 минут все решают. Они так сидят, послушай, а, без суда будете решать? А, хорошо. Побежали в свою, в замечательную комнату и прибежали. Отходить. Поэтому мой закрыть уже в обществе нельзя, потому что я уже городским судом рассматривался. Выиграл у Министерства юстиции Российской Федерации. И зарегистрировано Министерством юстиции. Все у меня очень прочно, очень твердо. Это есть еще, кроме ООО, многие там, если вы почитаете гражданский кодекс, там вы узнаете, какие есть еще формы, в которых выступают собственники средств производства. Например, ОАО. Это что такое? Общество, открытое акционерное общество. Значит, вы выпускаете акции, вот кто их, они продаются, покупаются. И вот кто наберет больше половины, тот и собственник. Раньше вы были собственником, а теперь она скупила, она теперь собственник. Потом мы его собрали вдвоем и перекупили у нее. И теперь мы собственники. А потом поругались, и она у меня все забрала, а я остался ни с чем. Так и бывает. Это же труд соединяет, а собственность она разъединяет, разделяет. Все время они сражаются между собой. Это открытое акционерное общество. А еще есть такая форма, которую я в жизни не встречал, но книги вычитал в Гражданском кодексе, которая называется «Товарищество на вере». То есть сейчас всех обманывают, и тут вдруг товарищество на вере. Вот на веру можно что-то в экономике сейчас принимать? А есть такое в догоне. И есть полные товарищи, и неполные товарищи. Вот я буду полным товарищем, а вы неполным. Это будет соответствовать. Я вам доверяю свою долю капитала, чтобы вы ее распоряжались. Да, доверяю. То есть всякие разные есть формы эти, но это организация. А у этой организации есть руководство, руководитель. И вот этот руководитель выступает представителем, так написано в законе, работодателя. Мы пришли вот к тому, что вы сказали. Долго добирались. То есть, с одной стороны, работодатель в лице. То есть, собственники средств производства в тумане. Они не фигурируют. Как будто бы не они решают. Потому что собственники могут убрать этого руководителя, поставить другого, полностью поменять. Все могут решить. Они не фигурируют. Фигурируют, а работодатель в лице руководителя организации. Ну или индивидуального предпринимателя. А на другой стороне кто? А работники. Так вот, россыпи, вас 1500 человек на заводе. С кем я буду иметь дело? Какие переговоры? Что вы тут с этой толпой, что ли, переговорились? Не буду с толпой переговориться. А с кем? Кто будет представителем работников? Кто? Кто будет вас представлять? Вы будете представлять? Руссоюз. Руссоюз. Какой забастовка? Вам до забастовки когда-нибудь? Надо процедуру пройти. Сначала представители должны... Еще переговоры проведите сначала со мной. Какая забастовка? И вот, совершенно правильно сказано здесь, что представителем работников могут выступать профсоюзы. Но нынешнее законодательство, Трудовой кодекс, значит, этот документ, Трудовой кодекс, должен быть с вами изучен внимательнейшим образом, досконально. Потому что иначе вы ничего тут не можете сделать в этой нашей области социально-трудовых конфликтов. Потому что нам бы с вами обсуждать, и всякие вопросы у вас могут быть, пока вы прочитаете и не откладываете, чтобы мы могли... У нас наша программа предполагает не только то, что я лекции делаю, но я и отвечаю на ваши вопросы, и мы поспорить можем и пообсуждать. Мы и так всегда так делаем, да? Ну, тем более, это так предполагается самой программой преподавания. Так вот, в этом самом кодексе записано, что, например, если соберется собрание работников предприятия и примет решение таких-то назначить для переговоров с работодателем, это вот достаточно будет для того, чтобы они получили полномочий для переговоров и ведения коллективных трудовых споров. Скажем, принимаем решение, Иванов, Петров и Сидоров будут предоставлять работников для ведения переговоров и коллективных трудовых споров. И по закону вот эти люди, которые конференцией назначены, освобождаются от работы до трех месяцев с оплатой по среднему. Вот так записано в законе. Ну, люди продвинутые, такие как докеры, этим всегда пользуются. Вот у них идут, вот скажем, если переговоры идут шесть месяцев, этих меняют людей, новые люди тоже им платят, продолжают переговоры. И так все переговариваются, а уже забасовка идет на три человека или на пять. Они обычно четыре, восемь, может быть, представителей, кого изберете. И обязаны им оплачивать по закону, по трудовому кодексу, по среднему. Вот это формальный представитель, который вот избрали и все. Но есть особый представитель, который связан со всей историей рабочего движения. Рабочие, после того, как они поняли, что их угнетают, эксплуатируют, начали объединяться по профессиям. Там, скажем, металлисты, деревообделочники, ткачи и так далее. В союзы. И начали бороться за свою зарплату, а потом поняли, что важнее, чем борьба за зарплату, это борьба за права профсоюзов, за право на объединение. Об этом Маркс писал в книге «Несчета философии. Ответ Прудонов». Он там говорит об этом, что если раньше они боролись за зарплату, то теперь они больше борются за то, чтобы иметь право на объединение, объединяться по профсоюзу. Потому что если вы имеете инструмент такой для повышения своей зарплаты, вы зарплату повысите себе. А если вы инструмента не имеете, а просто хотите получить больше зарплаты, ну, хотите, пожалуйста, но у вас ничего не выйдет. Вы не сможете отстоять эти свои интересы. И вот я хочу вам поцитировать из неизвестного вам закона, потому что он, я думаю, что вряд ли кто-то его из вас читал. Закон называется «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. С изменениями на 3 июля 2016 года. Редакция, действующая с 1 января 2017 года». Вот статья 2. «Право на объединение в профсоюзе». Профсоюз. Добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами, породу их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. То есть каждый элементарно, кто хочет защититься, берет в руку палку. А трудящиеся, если хотят защититься, создают для защиты своих интересов профсоюзы. Если они их не создадут и не держат их в соответствующей норме, то они тогда не смогут выиграть. Все профсоюзы пользуются равными правами. «Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую профессиональную в скобках деятельность, имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов». Кстати, кто-нибудь из присутствующих учительцев в профсоюзе, нет? Вот у нас был, когда я был студентом, студенческий профсоюз. Был студенческий профком, и он кое-какие вопросы решал, например, чтобы не было такой дорогой пищи в столовых и качества, чтобы было хорошее. Есть кто-нибудь, студенческий профсоюз. Ну, тут есть кто-нибудь, члены профсоюза кто-нибудь, есть? А? Да. Есть? А вам взносы надо платить? Нет, это правда. Какое, не знаю, если. Может, вы всю стипендию все вычислили. Ну вот, то есть он вас защищает, будем считать. И это право реализуется свободно, без предварительного разрешения. То есть, вот люди темные со стороны работников, начинают, а можно нам создать профсоюз? Написано в законе. Право реализуется свободно, без предварительного разрешения. Не надо спрашивать. Вот со мной вы не должны спрашивать. Советоваться можете, но спрашивайте. У меня разрешение на создание профсоюза. Как это вообще нарушение закона? Никаких таких вопросов. Вот, дальше. Первичная профсоюзная организация. Это вот, допустим, вы сразу профсоюз не создадите же мощный. Вот собрали трех человек и образовали профсоюз. Вот для того, чтобы общественное объединение образовать, без регистрации, надо собрать 10 человек с паспортами. Вот у нас присутствует больше 10 человек, мы можем создать общественное объединение «Зеленое солнце». Хотите «Синее солнце», хотите «Белая луна». Вот создали еще, и нигде не надо регистрировать. Есть закон об общественных объединениях, который гласит, что регистрация необязательна. И вот и профсоюзы регистрировать необязательно. Если вы зарегистрируете профсоюз, а регистрация уведомительная, надо документы подать, что вот вы собрались, вот протокол, вот таких-то избрали, такой-то устав у вас написали вы. И в самом законе написано, что должно быть в уставе. Я сейчас прочитаю. То вы можете пойти и зарегистрироваться, если вам хочется. А зачем? Я не очень понимаю, зачем. Вот если у вас очень много людей, и вы хотите эти взносы собирать вот так, как с вас щелкают это прямо со стипендии профсоюза. А если у вас 5 человек, ну так вот, назначьте ее к означаю. А мы с ней будем дружить. И она будет собирать эти денежки. И тогда контролерам его. Чтобы, так сказать, потому что вам деньги дай, а вы, если как одного спрашивают, вы взятки берете? Он говорит, не знаю, никто пока не давал. А как он может узнать, берет он или нет, если никто не дает? Так и с взносами. То есть, конечно, нужно тут контроль обеспечить обязательно. Вот, допустим, один председатель профсоюзной организации, второй казначей, а третий, или казначей и заместитель, а третий контролер. Вот тройка. Вот уже организация. А если один человек, это еще профсоюзный пост, еще профсоюза нет. Два это уже группа, а три это организация. Но дальше можете уже принимать. Вот его примем, потому что он знает, что такое работодатель. Но если он заявление напишет, если заявление напишет, мы рассматривать не будем. В письменной форме. У нас тут очень серьезно все. Хотите в профсоюз? Как у нас называется профсоюз? Как назовем? Как хотим, так и назовем. Профсвещение. Профсоюз-проссвещение. Есть такое? Нет. Пойдете в профсоюз? Или вы в профсоюз за темнение собрались? Нет? Беремте в профсвещение. А вы подумали о членстве профсоюза? Вот, короче говоря, начинаем работать в этом направлении. Что еще мы такое интересное найдем в этом законе? что профсоюзные органы это органы, образованные в соответствии с уставом профсоюза. Или уставом первичной профсоюзной организации. Организация это что такое? Это предприятия, учреждения, организация, независимо от форм собственности и подчиненности. Все организации. Раньше были заводы, фабрики и организации обычно какие-нибудь бухгалтерии там или институты. А теперь все организации. Завод это организация, фабрика это организация, все организации. Работодатель, тире, организация, в скобках юридическое лицо, представляемое ее руководителем, в скобках администрации, либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях. Работник. Кто такой? Физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора, контракта. Сразу вам сообщают до вашего чечения трудового договора, обратите на это внимание. Если с вами нет письменного договора трудового, то в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса, если вы приступили к работе сведомо работодателя, то считается, что с вами заключен трудовой договор. Заключен, но не оформлен. Диалектика. Но оформить надо. Оно заключен. Поэтому вы должны свидетелей иметь, какие-то следы оставлять от своей работы. Допустим, ходили в таких грязных сапогах, вот следы ваши, что вы тут работали, а не так просто. Одевайте такие сапоги, чтобы заметно было, как есть следы. Так. Член профсоюза. Лицо. Работник, временно неработающий, пенсионер, состоящий первичной профсоюзной организацией. права профсоюзов и гарантии их деятельности распространятся на все первичные профсоюзные организации. Статья пятая. Независимость профсоюзов. Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их объединений, союзов, ассоциаций, политических партий и других общественных объединений. Им не подотчетны и не подконтрольны. Ну, понимаете, как хорошо. Вот вам надоело слушать мои там всякие там советы, указания и прочее создали профсоюз. И вообще вы независимы, не подконтрольны, не подотчетны, ничего не надо. Сами тут все решаете. Ну, хоть профсоюзные дела можете решить? А как вы другие дела будете решать, если вы профсоюзные не можете решать дела? Поэтому очень важно. Запрещается, по-моему, второй, вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в деятельность профсоюзов, которые могут повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности. То есть это вы как бы создаете себе такую крепость для борьбы. А вы хотите сразу бороться? Или сначала вы оружие получите? Уставы профсоюзов. Профсоюзы их объединяют самостоятельно разрабатывают и утверждают свои уставы. Вот как хотите, так и разрабатывают. А чтобы вам было это не трудно сделать, вторая часть статьи 7 написано устав профсоюза должен предусматривать номинование целей задачи профсоюза. В зале написали категории и профессиональные группы объединяемых граждан. Условия и порядок образования профсоюза, принятие членов профсоюза и выхода из него, права и обязанности членов профсоюза, территорию, в пределах которой профсоюз осуществляет свою деятельность. Не надо писать, что только вот эта аудитория, может быть и другие аудитории захватить уже, когда будете писать. А то здесь у нас вроде как защищены, а уже там нет. Организационную структуру, порядок образования и компетенции профсоюзных органов, сроки их полномочий, порядок внесения дополнения и изменения в устав, порядок уплаты вступительных и членских взносов. Вот с него берите вступительные тысячи рублей. Ну если написали в уставе так. А потом, когда он вступит, уже можно будет писать уже по 50. То есть так гибко надо подходить. Устав можешь поменять, если вы учреждаете. Источники образования доходов и иного имущества, порядок управления имуществом профсоюзов, местонахождение профсоюзного органа, территория России. Неплохо же? Порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации профсоюза. Другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюза. Творческая задача. Хотите? Пишите. Создавайте. Дальше. Государственная регистрация профсоюзов. Она, правоспособность профсоюза в качестве юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Вы хотите стать юридическим лицом? А что это означает, если вы станете юридическим лицом, ваш профсоюз? Значит, он должен, два права появляются. Первое. Выступать истцом и ответчиком в суде, вот особенно ответчиком, вряд ли вам понравится. Хотите выступать ответчиком? Вот я выступал дважды в городском и в районном. Ничего хорошего тут нет. А вот сейчас я, как говорится, участвую в деятельности Рабочей партии России как общественного объединения. А мы не юридическое лицо, поэтому мы ни лицом, ни ответчиком не выступаем, ни к каким судам не ходим. Хорошо. Красота. Так, а еще? Ну, еще я вам говорил, будете в налоговой инспекции отчеты сдавать, деньги будете платить. И все. А если вам нужно будет в суд пойти, ну пойдете, как физическое лицо. Что у вас? Плохое физическое лицо, пойдете и будете выступать. Так уж вам нужно. Сделать я бы юридическое лицо. Зачем вам оно нужно? Пойдете, как физическое. Государственная регистрация профсоюза, первичная профсоюзная организация в качестве юридического лица осуществляется в уведомительном порядке. То есть это очень быстро вас перерегистрировать. Но вот в этом же первом пункте статьи 8 записано. Профсоюзы, их объединение, ассоциации, первичные профсоюзные организации вправе не регистрироваться. В этом случае они не приобретают прав юридического лица. А вам зачем эти права юридического лица? Вы же сделали профсоюз для того, чтобы осуществлять борьбу за свои интересы. А эту борьбу надо не в судах осуществлять, а на предприятии своем, в учредении. Правильно? А для этого вам юридическое лицо не нужно. Я одному товарищу, с которым мы судились, говорил, вот я приду в рубашке юридического цвета, такая серая-серая, серо-голубая. Ну вот принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не влечет за собой какого-либо ограничения социально-трудовых, политических и иных прав и свобод граждан, гарантировав Конституцию Российской Федерации. Запрещается обусловливать прием на работу, продвижение по работе, а также увольнение лица принадлежности или непринадлежности его к профсоюзу. Замечательная организация, одни только плюсы над нее. Права профсоюзов. Вам права нужны? Если у вас нет профсоюзной организации, вот как бы в ней есть, но права-то ее не знаете, но я вам сейчас прочитаю, потому что этот закон же общий, он на вашу организацию профсоюзную тоже распространяется. Статья 11. права профсоюзов на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников. Профсоюзы, их объединения, первичные профсоюзные организации, их органы представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных, трудовых и связанных с трудом отношений. А в области коллективных прав и интересов указаны права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке. Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии соответствующими органами государственной власти, законов и иных нормативно-правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы. Если вы не профсоюз, то вы можете туда письма только писать, трудящихся. Система оплаты труда, форма материального поощрения, размеры тарифных ставок, окладов, а также нормы труда устанавливаются работодателями, их объединениями, союзами и ассоциациями по согласованию с соответствующими профсоюзными органами и закрепляются в коллективных договорах-соглашениях. Обратите внимание, по согласованию. А есть такая форма, как учет мнений. Мнение какое у вас насчет зачета? Зачесть, да? Вот если это учет мнения, то есть я послушал ваше мнение, а дальше я решаю, как будто я его и не слышал. А если по согласованию, то есть если я не могу вам поставить незачет, если вы не согласны. Что такое по согласованию? Так что это сильная тут формулировка, по согласованию. Но для этого надо иметь профсоюз. И тогда приходится согласовывать. В соответствии скажите, а вот статья такая. Здравствуйте, статья 11. Вы не можете системы оплаты труда, формы материального поощрения, нормы труда устанавливать без согласования с профсоюзом. Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими общественными объединениями своих предложений. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают члены соответствующих профсоюзов для реализации уставных задач. То есть вас не вправе, так сказать, не пускать. Профсоюзы вправе принимать участие в разработке государственных программ занятостей, предлагать меры по социальной защите членов профсоюза. Вот если ликвидируется организация, а вы член профсоюза, то вас обязаны за три месяца уведомить профсоюзную организацию за три месяца о возможном увольнении. А если вы не в профсоюзе, то за два месяца вас уведомят и вы уволят через два месяца. Разница в месяц существенная. То есть три месяца вам будут платить зарплату или два. Расторжение трудового договора контракта с работником членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с предварительного согласия соответствующего профсоюзного органа в случае, предусмотренных законодательством, коллективными договорами, соглашениями. Составляйте хороший коллективный договор, записывайте туда, что ни в каких случаях нельзя увольнять без согласия профсоюзного органа. Все, и вы защищены. Но если нет у вас коллективного договора, сами виноваты, не написали. Статья 13. Право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, коллективных договоров и контроль за их выполнением. Работодатели, их объединение, союзы, ассоциации, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления обязаны вести коллективные переговоры. С первичными профсоюзными организациями. Вот с вами они не обязаны вести переговоры. А если вы придете, скажите, что это первичная профсоюзная организация, тогда вы подпадаете под статью, под пункт 2, часть 2, статьи 13. Вам не повезло, будете со мной переговариваться. То есть, как только вы уступаете в другой форме, вы получаете другие права. А также по вопросам заключения коллективных договоров, соглашений. Если первичные профсоюзные организации, профсоюзы и их объединения выступают инициаторами таких переговоров и заключать коллективные договоры, соглашения на согласованных сторонах условиях. В случае нарушения работодателями, их объединениями, союзами, ассоциациями, условия коллективного договора, соглашения, первичные профсоюзные организации вправе направлять им представление об устранении этих нарушений, которые рассматриваются в недельный срок. В случае отказа устранить эти нарушения или недостижения соглашения в указанный срок, разногласия рассматриваются в соответствии с федеральным законом. Право профсоюзов на участие в урегулировании коллективных договоров споров. Конфликтов нету, я уже вам говорил. Только споры. Профсоюзы в праве, ст. 14, участвовать в урегулировании коллективных договоров споров имеют право на организацию и проведение в соответствии с федеральным законом забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других коллективных действий, используя их как средства защиты социально-трудовых прав и интересов работников. Вот у нас кто-то бузит там на улице. Это люди, которые используют гражданские права. А вот есть профсоюзные права, которые вы можете... Самое главное и самое крупное здесь, конечно, что право на забастовку. Забастовка, ясно, что это не спор. Это конфликт в том виде, о котором мы с вами говорили. Когда сила аргументов заменяется аргументом, не будем работать, пока не выполните наши требования. Выполните наши требования, будем работать. Или как мы будем проводить забастовку? Полностью будем останавливать производство? Или будем останавливать производство на 2 часа в день? Пока на 2 часа в день. А дальше по решению забастовки. Но он должен за 3 дня уведомить администрацию о изменении формы забастовки. Вот вам право на забастовку записано в двух уже документах. Один вот документ, я вот сейчас зачитываю, это закон о профессиональных федеральных, о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. А второй закон, это Трудовой кодекс России, там это право записано. Ну и, само собой, в 37-й статье Конституции право на забастовку. Право на забастовку означает, что труд у нас в России не носит принудительного характера. Я у вас не могу заставить просто вот работать на меня. Не могу. Прав не имею. Вы же скажете, не будем, и все. На этих условиях. Условия, вот об условиях договора. Хотя, когда человека принимают, он тут совершенно беззащитен. Когда человека принимают на работу, ну как он может против организации что-то вообще противостоять? Поэтому всякие попытки бороться с дискриминацией, там, женщин, может быть, с дискриминацией, там, гастарбайтеров, это пустое дело при приеме на работу. Но как они уже попали в коллектив, вот, дальше наступает такое, такая история. Слово коллектив нету в законе нигде. Его истребили товарищи либералы, которые делали эти законы полностью. Нет такого понятия. В праве коллектив. Но есть коллективные переговоры, есть коллективные договоры, и есть коллективные трудовые споры. Вот так получается. Это как бы показатель того, что это вытравить не удалось, невозможно. Так. Ну вот тут какие тут права хорошие. Для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей их объединений, союзов, ассоциаций, органы государственной власти, органы местного управления информацией по социально-трудовым вопросам. Профсоюзы имеют право, статья 19, на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателем, должностными лицами, законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора, контракта, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантии компенсации, льготы преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам, в организациях, в которых работают члены данного профсоюза и имеют право требовать устранения выявленных нарушений, работодатели, должностные лица обязаны в недельный срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых мерах. И товарищи профсоюзники этого не знают. А вот товарищи работодатели очень удивятся, когда им принесут на блючке золотой каемочкой вот этот пункт закона и требования в недельный срок этого устранить. Иначе, говорит, вот вы нарушили такой-то пункт закона, будем вас судить. И так далее. А дальше, я думаю, что вы, как лица заинтересованы, не только морально, но и как люди, которые это изучают специально, значит, вы должны этот вот закон простудировать и взять себе на вооружение. Закон о профессиональных союзах и правах и загранительных деятельностей, потому что на самом деле не отдельные лица выступают представителями работников, сегодня они есть, завтра их нет, а профсоюзы, как объединение работников, которые одни уходят, болеют, уходят на другую работу, увольняются, а профсоюзы остаются. То есть они эту ведут борьбу за интересы работников постоянно. Вот это постоянные органы для защиты социально-трудовых прав и интересов работников. Поэтому этот закон нужно знать обязательно. И второе, что вы должны знать, Трудовой кодекс России и о том, что написано в Трудовом кодексе России, мы отдельно будем говорить, потому что там тоже многое написано такое, чего нет в жизни и чего, что это на самом деле не соответствует научным понятиям. Ну, у нас же, здесь у нас научное с вами, научно-учебное заведение, поэтому мы, и мы с вами не юристы. Это юристы просто выучивают законы и борьбанят, что там они такое выучили. А мы должны использовать эти законы для решения конкретных, разрешения конкретных конфликтов. Помогать. На этом наше занятие сегодня по многочисленным просьбам трудящихся завершается. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.